Здравствуйте! С вами программа «Будем здоровы» и я Наталья Войтюх. В Брестской областной больнице завершился очередной этап реконструкции, утвержденный Брестским облсполкомом. За новоэксплуатацию обновленное отделение гематологии. Здесь проходят лечения люди с тяжелыми заболеваниями крови, и в большинстве случаев это онкология. К сожалению, ежегодный прирост больных злокачественными новообразованиями составляет 2-3%, и гематология, говорят врачи, не исключение. Наследственность, экология, генные мутации, возраст. Причин может быть много. Какая из них станет пусковым механизмом, предугадать нельзя. Если беда случится, надо просто предоставить пациенту возможность победить болезнь и помочь ему в этом. Елена Рудьман уже около 20 лет периодически проходит лечение в отделении гематологии Брестской областной больницы. У женщины полицитомия, и только благодаря настоящим профессионалам, говорит она, наступает период ремиссии. Однако условия работы медиков, а также пребывания больных в стационаре, давно требовали перемен. Ведь со дня открытия отделения в 1974 году здесь проводили только текущие ремонты. Тяжело. В этом корпусе старом очень тяжело нам. Бывает и по 6 человек, и по 7. И сами понимаете, удобство. А новый корпус мы уж, конечно, давно мечтаем. И очень рады, что мы туда переходим, потому что там как в санатории будет. Я думаю так. Спустя несколько дней Елена и другие пациенты уже переехали в новое отделение, и их представления о нем оправдались на все 100%. Здесь чувствуется, как немножко более под домашнее сделано, не ощущая, что ты лежишь в больнице. Там, конечно, было совсем по-другому. Не хотелось бы немножко плохо говорить, но давила та атмосфера, что как-то вот неухоженность в отделении, очень плохо в отделении все было. Даже с теми вот санузел пойти очереди, ни душки помыться, ничего было. А здесь хорошо, здесь комфорт создали. Чтобы как-то вот люди себя чувствовали, немножко в расслабленном были положении. Разница есть. Мы очень все довольны. Благодарим администрацию Брестской областной больницы. Спасибо им большое. Наших врачей, нашу заведующую Гагарину Раису Александровну. Всем им спасибо. Санитарочкам, медсестрам, они тут поработали. Конечно, удобство, все прекрасно тут. Главное, что тут на месте душ, не надо в очередях стоять, потому что люди слабые, тяжело. Там было очень… и вот именно нравится, что удобство. Да и красиво. Не секрет, что путь к выздоровлению состоит не только из усилий медиков. Положительный внутренний настрой пациента и обстановка, в которой он находится, тоже играют не последнюю роль. В нынешнем отделении есть все, что поможет больному как можно быстрее пойти на поправку. Новые палаты, предусмотренные на 4 и менее койко-мест. Они укомплектованы всем необходимым. Телевизор, холодильники, новая мебель, кондиционеры, устройство для экстренного вызова и самое необходимое для человека – отдельный санузел в каждой палате. Можно отметить то, что в этом отделении теперь появились асептические блоки, где пациенты получают высокодозную химиотерапию и изоляторы для этих пациентов, которые принесли какие-то осложнения. Здесь проходит ежегодно около полутора тысяч пациентов лечения. Пациенты эти, как правило, ослаблены, учитывая, что они получают специфическое лечение. И для уменьшения осложнений, которые могут у них развиваться, здесь сделаны все условия. Вот основная задача заключалась в этом. Ну а параллельно, конечно, и улучшились условия и пребывания, и работы наших сотрудников. Работы у врачей и другого медперсонала отделения гематологии немало. Они не только занимаются лечением в большинстве своем тяжело больных, а и диспансеризацией населения. Мы ведем прием гематолога в областной консультативной поликлинике. Приемы у нас большие – до 30 с лишним человек в день. Это постоянно новые пациенты, это скрининг гематологических синдромов, то есть мы ведем отбор пациентов, постановка диагноза, а потом многие пациенты лечатся только амбулаторно. А это приезды к гематологу, это контроль анализа в крови, контроль лечения. Иногда надо лечение менять, иногда назначать новое лечение, стационарное лечение, менять дозы препаратов – это все функции гематолога. В гематологии широко используется лабораторная диагностика. Теперь и в этом направлении у специалистов также появятся новые возможности. За последние несколько лет мы внедрили то, о чем давно мечталось и хотелось – иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови. Мы стали определять большинство факторов свертывания крови. Мы диагностируем антифосфолипидный синдром. Мы участвуем в диагностике тромбофилии. Мы ведем постоянный отбор больных для пересадки периферической стволовой клетки и клеток костного мозга, которые осуществляются в Республиканском гематологическом центре. Большая работа в отделении ведется по переливанию компонентов крови. В течение года мы переливаем до 300 литров эритроцитной массы, отмытых эритроцитов. Переливаем около полутора тысяч доз тромбоконцентрата. Переливаем свежезамороженную плазму, поскольку наши пациенты без гемокомпонентной терапии в ряде случаев просто не могут жить и лечиться. К сожалению, профилактики лейкозов и других подобных заболеваний крови не существует. А вот вылечиться сегодня можно, причем с большой долей вероятности. Или как минимум на долгий период продлить жизнь. Методы лечения, которые применялись 20-30 лет назад, мы о них сейчас вспоминаем с улыбкой. Потому что сейчас протоколы лечения очень сложные, высокозатратные. Когда доза рассчитывается на метр квадратный, на килограмм веса, конкретные дни недели, время введения. Некоторые протоколы занимают, ну, представьте, 104 недели. У нас есть много случаев полного излечения от острых лейкозов. Мы встречаемся с теми, кто был когда-то ребенком лечился, которые обзавелись своими семьями, стали папами, мамами, учатся благополучно, работают. Это не 100%, но это большой процент, это большое достижение. Именно ради увеличения процента выздоравливаемости осваиваются огромные средства на модернизацию учреждений здравоохранения области. Программа реконструкции Брестской областной больницы тоже будет продолжена. К счастью, программа, в общем-то, для больницы очень хорошая и предусматривает за собой реконструкцию блока В, основного лечебного корпуса. В программе это стоит строительство хирургического корпуса и центральное стерилизационное отделение. Ну, я надеюсь, с улучшением экономической ситуации, как-то ситуация эта наша быстрее сдвинется с точки. Далее в нашей программе мы обсудим очень важную проблему подготовки детей в дошкольные учреждения. Когда ребенок отправляется в садик, это очень важное и волнительное событие, как для самого малыша, так и для родителей. К сожалению, некоторые детки идут в сад с большой неохотой, а иногда со слезами и даже истерикой. Причем категорическое неприятие детсадовской среды может сохраняться на протяжении всего учебно-воспитательного процесса. Что же делать, чтобы ребенок с удовольствием шел в детский сад? Узнаем прямо сейчас. Если решение отдать ребенка в детский сад уже принято, главной задачей родителей остается подготовить малыша к новым условиям жизни и помочь ему как можно мягче и безболезненно адаптироваться к ним. Следует начинать подготовку к детскому саду за несколько месяцев до планируемого посещения. Этого времени обычно достаточно, чтобы ребенок приобрел необходимые навыки, знания и умения. Практически для каждого ребенка начало жизни в детском саду – это большой эмоциональный стресс. Как бы ни был хорош детский сад, все равно он в корне меняет привычную жизнь ребенка. Здесь другие люди, другие занятия, другая еда. Полностью меняется привычная жизнь ребенка. И самое главное – в детском саду нет самого близкого и родного человека. Нет мамы. Эмоциональная, физическая и психологическая зрелость ребенка наступает в возрасте 3 лет. Но у каждого ребенка это все индивидуально. Поэтому, если ваш малыш отпраздновал свой третий день рождения, это вовсе не означает его готовность к саду. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и всем известный кризис трехлетнего возраста, когда наиболее ярко проявляется детский характер. Поэтому важны не только такие аспекты, как хорошее физическое развитие, умение сосредотачиваться и играть в коллективе, но и многие другие. Прежде всего, ребенок должен уметь разговаривать. Это намного облегчит его пребывание в детском саду. Он должен уметь сказать свои страхи, обиды, свои желания. Это облегчит его общение со сверстниками и с воспитателем. Вторым немаловажным аспектом является умение отпускать маму. Также у ребенка должны быть привиты минимальные гигиенические навыки. Ребенок должен самостоятельно уметь мыть руки, пользоваться вилкой, ложкой, должен самостоятельно садиться на горшок, унитаз, пользоваться туалетной бумагой. Это тоже в значительной мере облегчит его пребывание и адаптацию в детском саду. Также ребенок должен уметь понимать и реагировать на слова «можно», «нельзя». Как бы мы не хотели вырастить свободную личность, но для жизни в социуме у ребенка должны быть определенные рамки и ограничения. Зачастую, чтобы ребенок смог отпустить маму, в первую очередь именно ей нужно научиться проводить время без малыша. Ведь очень сложно разорвать нить между матерью и ребенком, которая на протяжении трех лет связывала их друг с другом. Не нужно слишком переживать, иначе малыш ощутит вашу тревогу и неуверенность. К слову, легче всего привыкают к саду детки, родители которых твердо уверены в необходимости посещения сада. К моменту поступления ребенка в детский сад родители должны научить ребенка оставаться без мамы. Для этого подойдут различные развивающие игры с другими детьми, под присмотром бабушек, друзей, воспитателей, нянь. Ребенок должен понимать и знать, что после короткого расставания мама снова придет. Это намного облегчит его пребывание в детском саду. Ко времени, когда ребенок пойдет в сад, желательно, чтобы у него сформировалась социальная потребность в общении на познавательные темы. Следует подсказать, как надо себя вести. Пусть ребенок узнает, что может подойти к детям и поздороваться, предложить вместе поиграть. Не стоит пугать его рассказами о детском саде, о том, что его там заставят есть, заставят играть и делиться игрушками с другими детьми. У ребенка должны быть сформированы положительные эмоции и должна быть положительная реакция на детский сад, на то, что он будет там расти, развиваться, общаться с другими детьми. Желательно приучить малыша к режиму, которого придерживаются в дошкольном учреждении. Также не лишним будет узнать, какие блюда входят в меню сада и начать вводить их в рацион ребенка. Но кроме психологической, проводится и медицинская подготовка, иначе говоря, профилактический осмотр. Профилактический медицинский осмотр. Данный медицинский осмотр проводится по территориальному принципу. Участковая медицинская сестра приглашает ребенка на прием к участковому врачу-педиатру. Доктор определяет необходимый объем обследований, осмотров узкими специалистами. Осмотр проводится в детской поликлинике. Запись к специалистам проводится по талонам. За талонами можно обратиться непосредственно в регистратуру, также по телефону и записаться на сайте детской поликлиники. Осмотр врачом-гинекологом проводится для детей детской поликлиники номер один в женской консультации номер один, для детей детской поликлиники номер два в центральной поликлинике. Осмотр врачом-стоматологом проводится в стоматологической поликлинике. После прохождения медицинского осмотра все данные заносятся в медицинскую карточку у ребенка. Также выписывается медицинская справка о состоянии ребенка и выдается на руки родителям. Только после предоставления такой справки ребенок может быть принят в дошкольное учреждение. Однако не стоит забывать, что помогая ребенку адаптироваться к детскому саду, важно, чтобы и дома была доброжелательная атмосфера. Дорогие родители, не пожалейте времени на то, чтобы подготовить ребенка к детскому саду. От успешного пребывания малыша в дошкольном детском учреждении будет зависеть его дальнейшая социализация. Мы продолжаем программу и поговорим о древней, полезной для нашего здоровья процедуре – массаже. Сегодня мы узнаем, можно ли и как его использовать с целью поддержания красоты лица. Массаж – одна из самых приятных процедур. Он сочетает оздоровление и отдых, пользу и удовольствие. И бесспорно, очень полезен в вопросах красоты. Особенно, когда речь идет о массаже лица. Массаж улучшает кровообращение, во-первых. Во-вторых, улучшает тонус мышц. С возрастом тонус мышц слабеет, поэтому лицо как бы опускается вниз. А массаж способствует увеличению тонуса мышц. Улучшает лимфообращение. Улучшает обмен веществ. Благодаря этому кожа дышит свободно, легко, доступно. Ну и вообще улучшает внешний вид. О положительном воздействии массажа знают многие и пытаются делать его самостоятельно. Однако, выполнение этой процедуры на лице требует особого подхода. Прежде чем делать самому массаж, необходимо проконсультироваться со специалистом. По каким массажным линиям делать, сколько делать, с какой силой движения и какие движения. Но самостоятельно, в домашних условиях, массаж лучше делать как поддерживающую процедуру. А хорошего косметического эффекта можно достичь вместе с профессионалом, врачом-косметологом. Он точно определит тип кожи, выберет средства для массажа, установит количество и длительность процедур. Кроме того, надо учитывать показания. Классический тип массажа, он делается или по косметическому маслу, или по косметическому крему. Это все выбирает специалист по типу кожи. Показания какие к классическому массажу. Это увядающая кожа, снижение тонуса мышц, разная пигментация, морщинки, маленькие рубчики. И вообще для того, чтобы кожа выглядела свежо, хорошо и чтобы человеку было приятно после массажа. Пластический массаж. Он делается только по тальку, то есть без применения какого-либо крема, масла. Это ритмичные, сильные движения, разминания такие проводятся. Какие показания? То же самое, когда кожа увядает, когда снижен тонус мышц. Тонкая, дряблая кожа, затем пигментные пятна, адутловатость такая лица, ну склонность к отечности. Напомню, третий вид массажа, это массаж по жаке. Это щипковый такой массаж. Показания к нему. Это какие-либо инфильтраты. После чистки кожи гигиенической очень хорошо этот массаж делать. Если остаются пятна после угревой болезни, хорош это массаж, когда есть комедоны. Все виды массажа имеют общие противопоказания, которые нельзя не учитывать. Прежде всего, различные инфекционные процессы на коже, дерматиты, сиборейный дерматит, псориаз, аллергические заболевания кожи, гноничковые заболевания кожи, грибковые заболевания кожи существующие, нарушение свертываемости крови, хронические, декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания. Очень часто приходят пациенты в пожилом возрасте и просят сделать массаж. Поэтому необходимо тоже это учитывать. Заболевание тройничного нерва. Это еще раз говорит о том, что консультация специалиста просто необходима. Иначе можно не только добиться обратного эффекта, а и навредить. Кстати, немаловажную роль в применении массажа играет возраст. Делается он с 25 до 35 лет приблизительно раз в год. 10 процедур. Если кожа сухая, обезвоженная, то возможно 2 раза в год. От 35 до 45 лет обязательно 2 раза в год массаж делается по 10-15 процедур. А старше 45, 3 раза в год, 15 процедур на вкус. Следить за собой и стремиться к здоровому образу жизни надо в любом возрасте. И массаж в этом деле хороший помощник. На этом творческая группа программы «Будем здоровы» расстается с вами, но ненадолго. Смотрите нас на тркобрез.бай. Будьте здоровы и счастливы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!